МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелюстуды и працуе Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Подрыхтовать лидеров для сферы АПК. Сегодня прошла первая сессия школы молодого кировника. Все стане автомобиль роскоши, запчастки и расходники подорожали. Отчувальный уплыв оказали санкции и курс доллара. Батькам не варто хваляваться. Вакцины для детей у достатковой колькости. Чарговый фейк не подтвержденный. Другий раз у книги рекордов Гиннеса Мазаранин Яуген Титов побил сусветный рекорд по протяглости жонглирования трьма предметами с завязанными в очима. А зараз об этом иншим больше подробязно. Погаршение на дворье крыху заморудзило поселную кампанию. Сгодно с оперативными даденами, зараз сяуба ранних яровых проведена на 40% площадь. Разом с тем, пройшовшие дожжи дозволили повеличить узровень вильгати у глебе. У некоторых районах означался ее недохоп. Не глядячи на часовые погаршения на дворье, на Гомельщине есть у сей махчимасти завершить сяуба ранних яровых у технологичные термины. И по часть подрыхтовку хлеба пад кукурузу. Все аграрии заинтересованы в нормированные сроки провести весеннюю полевую кампанию. Мы сами все понимаем. На сегодняшний момент большой упор сделали это внесению органических удобрений. Потому что даже если посмотреть на прошлый год, на 200% увеличено внесение органических удобрений, чтобы компенсировать минеральные удобрения, дорогостоящие, которые на сегодняшний день не каждое хозяйство может себе приобрести под полную потребность. Но мы делаем упор на внесение органических удобрений. Подрыхтовка хлеба до сяубы повинна быть завершена до 29-го красавика. Необходная для проведения работ техника и насенняя есть. В этом году на Гомельщине из областного бюджета на весеннюю полевую кампанию выдатковано 17 миллионов рублей. Еще 3,5 миллиона уластных сродков накировали сельско-господаршие предприемства. Это значительно больше леташних объемов. Одночасово в регионе начинается подрыхтовка до уборочной кампании. На ремонт зерни и кормоуборочной техники будет выделено около 10 миллионов рублей. 6 миллионов уже поступило открытых счетов на запчасти. То бишь, вот эти аргосервисы, которые осуществляли ремонт энергонасыщенной техники, они уже опустили их мехплощадку. Мы сейчас туда стягиваем кормоуборочную технику и зерноуборочную. Те ремонтные вопросы, которые не могут люди осуществить внутри хозяйства. Что тыжится механизатору, то проблема с их наявностью все лета на Гомельщине не ма. При недохопе уластных кадров притягнуты специалисты с инших предприемств. Подрыхтовать лидеров для сферы АПК Гомельской области. Такую задачу выполняет школа молодого кировника. Сегодня прошла первая сессия для 24 наученцев. Это специалисты, которые выходят в кадровый резерв на посады кировников сельскохозяйственных предприемств. Мы проводим первый семинар учебы. Это такой, так называемый, теоретический блок. Приглашены партнеры наши, приглашены преподаватели Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. И программа начинается с модуля агрономия, агрохимия и механизация. Весенние полевые работы, поэтому в теме обозначено такое актуальное направление. На учене протягнется до кастричника и различина на шесть блоков, у каждом из которых двух-трехденная теоретичная подрыхтовка. Бухгалтерский улик, экономика, зоотехния, ветеринария, управление. Обовязково практичный блок с наведыванием предприемствов-наставников, улику яких мелковитым сельмаш Гомель держплем предприемства. Консультанты – лепшие кировники Галины. По завершенні каждого из блоков обовязковая экзаменационная частка. Самое главное – найти подход к людям, сработаться с коллективом. Если люди примут, я считаю, что в дальнейшем у тебя возникнет меньше вопросов по производственной части. Этот проект нам позволит для себя осознать и узнать много нового, научиться чему-то опытным руководителям. Хочется сначала стать руководителем предприятия, а дальнейшая судьба как уж служится. Завтра отделники школы молодого кировника наведают предприемство «Мелковита». Чистый красавик. Объявленный месяц по уборце, доброе упорядкование и наведению парадку на землю. За этот час плануется очистить территорию от сметки. При необходимости обновить и пофарбовать огороджи и малые архитектурные формы. Начнутся работы и по озеленении. Активный отдел примут представники предприемства и организаций. Прационные коллективы разных установ, вучни и студенты. По распоряжении старшин гомельского облаконкама створены пять областных межведомостных групп по организации доброго упорядкования и наведению частине. Распалювание межнациональной вооружности. До этого имкнутся экстремистские телеграм-каналы, которые у сучастей подкидывают никому не подтверженную информацию. И что еще больше обурае робят их это наумысно. Дело чего застается догадываться. Ни для кого не секреты тое, что у сучастей на забороненные в Беларуси чаты заходят украинские националисты. Там я наберусь не только потребную для себя информацию, а ли робят еще шматчаго, как обстановка внутри Беларуси подогравалася. Миновито такую мету поставили перед собой авторы публикации про небыто сгвалтование же Харки Мазера российскими военными. Ух этом интернет-чате со слов небыто потерпела и вспоминны, як усе отбывалося. 20-ти годовая девчина верталася додому. По дорозе двоевая наслужащих выказали намер познаемица, станучи отказ не отрымали, после чего почали сдекватся. А это опубликованный аудиозапис, на яким небыто сгвалтованная девчина звертается до сябровки. Аня, да пи***ь. Я шла с тембой, не через дворы напрямую, а вдоль дороги. Эти с***и остановились познакомиться. Я никак не отреагировала. А дальше все как в тумане. Мне жить не хочется. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что они нас насилуют. И никто ничего с этим не делает. У Мазырский Раус с заявой про небыто сгвалтование в ту злощадную ночь никто не свертауся. Але откуда взялся той самый запись? Гэта я не до конца зрозумелая гистория, зня нацку отрымливая протяг. Гамельчанка Ганна не может прийти у себя. Кому иного, что треба было от ее имя расповсюживать гэтую неподтверженную информацию среди знакомых из Сяброу, кто зацикавленный тем, как сганьбовать ее репутацию. Мне вчера рассказали знакомые, что есть такой пользователь с моей фотографией, который отправляет все эти сообщения. Что изнасиловали мою знакомую. На самом деле ничего такого не было. Все было нормально. Мне захотелось во всем этом разобраться. И сегодня утром я пошла в РОВД по месту жительства, чтобы как-то наказать человека за все действия, чтобы он задумался и, наверное, чтобы такое больше не повторилось. За репутацию Ганны вельми переживая не только и она сама. Батьки и сябры студентки так само вельми хочут, как следствие худшебной шлейницеятра и выканавцев о моральном учинке, каким мотив кировал особой, те особами, которые очарнили гонор и доброе имя девочины, что не мая, а никакого дочинения до заблытанной справы. Во всем разберется следствие и даст правомерную оценку об уральным деяниям. Правоохонники между тем сверджают, то, что зрабили особи, которые имеют дочинение до этой фейковой истории, можно инкриминировать по артикуле 130 Криминального кодекса Республики Беларусь. Наталья Игнатенко, Валерия Гапанько, телерадио Компания Гомель. Автомобильные запчастки подорожали. Курс доллара и европейские санкции оказали отшивальный уплыв на формирование ценов. Что зараз зими отбывается? Станет автомобиль роскошить и застанется сродком перемешания, доведалась Жанна Минина. За пошний месяц запчастки на иншамарке отшивально выросли в цене. Болюча бьют по кишени и импортные расходники масло, антифриз и тасол. И они подорожали большему два раза. Многим автовладальникам стало просто не по кишени, не звыкла и ранее обслуговывание автомобиля. Цены очень здорово подскочили. Я недавно собирался покупать замену масла. Я посмотрел, что комплект деталировки в этой детали, это все, там фильтра, потом само масло, прокладки все, это очень-очень подорожало. А что будет, я даже не знаю. На одном из найбуйных авторынков у Гомеля на это питание нема однозначного отказу. Продавцы запевнивают, цены залежат от поставщиков. Старые запчастки пакуль по старым коште. Конкуренция великая, тому свою наценку я не мкнутися, сменьшить себе устрату. Как индивидуальный приниматель мы стараемся, чтобы был ассортимент товара. Все, это наша задача первая. Нравится покупателям, я не знаю, то есть при закупке сама цена образуется из-за поставщика. Он поднял цену, мы свои проценты, 20 процентов должны свои положить. Подобается таки стан справ в Ядома Ньюси. В связи с санкциями сейчас цены заметно поднялись на кузова очень сильно, потому что арки стоили, например, 35 рублей, а завтра уже 50. Продавцы запевнивают, цены начали падать. Становище стабилизуется, совсем худко все станет на своей месте. Сейчас абсолютно все вернулось на круги своя и всего достаточно. До прежнего уровня уже не опустился? Ну, оно уже почти там приопустилось, там, скажем так, ну, процентов на 10 выше, чем было месяц назад, но вполне все приемлемо. Али далеко не усе позиции становятся больше танными. Это отзначают и покупники. Масло пришел забрать сразу, то есть себе на Волгу и сестре большую емкость беру сразу, чтобы 8 раз не ездить. 140 рублей за 20 литров, я считаю, это как бы нормальная цена. А раньше так же покупали? Нечуть-чуть поднялись цены, чуть-чуть, ненамного. G12 концентрат подорожал, конечно, сильно в два раза, а масло пока есть как бы более-менее нормально. Зусім по-иншему йдуть справы с аккумуляторами, и они трапляют под санкции, як товары с подвоенным кодом. Иншими словами, могут выкористовываться у оборонной промысловости, а значит, есть верогодность, что поставки из европейских краин спынятся. Однако, зуликам импортозамещения знайсти аналог на вод белорусской вытворчести будя просто. Есть, конечно, такие ожидания, что с 1 июня на поставщике как бы это озвучивают, что возможно начнется перебой. У нас есть белорусский завод, который сейчас набирает как бы обороты, он как бы сейчас выйдет скоро уже, наверное, на полноценную мощность. У нас есть российские поставщики, у нас есть Казахстан. Куда лепш идут справы с автозапчастками на российские автомобили. Тут усе есть у наявности и цены покольни поднялись. Таишь ситуация и с айчинными расходниками. Сейчас все экономят немножечко денежки. А самые под позиции, которые поднялись, может масла автомобильные? Масла в основном. На сколько процентов? Ну, вот наша белорусская, так оно там на рублей пять поднялось, а импортное уже на много. Не глядяши ни на что, многие аутоуладальники спадяются на лепше и просто чекают. Я думаю, все равно это стабилизируется. Сегодня, завтра, послезавтра, через полгода все равно все станет на свои места. Бояться нечего. Безумовно, эта ситуация выдатная махчимость наладить поставки с инших краин, провести импортозамещение и открыть рынок для новых партнеров. Бо конкуренция в этой сфере вельми высокая, тому выход знайдется заусюды. Жанна Минина, Яуген Макеенко, телерадио Компания Гомель. Батькам не варто хваляваться. Европейские санкции нияк не поуплываются на наявность вакцин для детей. Запасу наявности на два годы. Интернет-фейк знов не подтвердился. Платная вакцина заусюды лепшая. Такое меркование иснуе у народе. Однако на практице усяго один процент батьков отдают перевагу платным пришепкам. Зарабить их вельми просто. Треба поведомить педиатру об своим жаданне. Выбор пришепок веолизны. Коли вытворчатся, какого-нибудь препарата спыняется, медики отримливают оповещение загаде. Проводят стендер и закупают аналог. Для платной вакцинации заказывают некольки препаратов разных вытворцев. Однако попыт есть не на усе изъя. К тому каждый год список новых поставщиков обновляется. Мы получаем информацию о беременных женщинах и смотрим примерно по количеству, сколько к нам придет младенцев. Плюс учитывается миграция населения. Вакцины, которые мы сейчас используем, заказаны два года назад. Все вакцины в рамках национального календаря у нас есть. Дополнительные вакцины на платной основе. У нас тоже очень много есть вакцин сегодня на платной основе. Но может быть не весь ассортимент, который был раньше. Зато есть вакцин, которых раньше не было. Мы вакцинируемся вакцинами производства России, производства Южной Кореи, производства Европейской Бельгии в зависимости от препаратов. Сейчас у Беларуси не имеет только двух платных вакцин, а две транки и вирусы попил мыть человека. Их вытворчивость припинили для распроцовки вакцины суприть коронавируса. Але треба зразуметь, яны не уваходить у календарный план обовязковой вакцинации. И ставятся только пожадания батьков. Поставки у Беларусь пакуль не одновились. Их завозить только Украины с высокой колькостью насельства цедей есть вспышки этих захворываний. У нашей краине нема ни того, ни другого. Каля 60 тысяч рублев спонсорской допомоги. Галиновый профсоюз перелешил материальные сродки медустановам в области. Безвыплатная допомога перезависи иди на умоцовании материально-техничной базы. Областной организацией Беларусского профсоюза работников здравоохранения одно из направлений деятельности это оказание спонсорской помощи как на сегодняшний день лечебно-профилактическим учреждениям, так и нашим членам профсоюза. По итогам трех месяцев нами было по решению президента оказано помощь около 60 тысяч. Члены нашего профсоюза у нас профсоюз большой, более 50 тысяч в состав входит и хочется, чтобы у них были созданы прекрасные условия не только для работы, но и находились в хороших условиях для отдыха. Амаль 25 тысяч рублев накированы у шесть городских поликлиник. Набиты мобильные и настенные бактерицидные рециркуляторы поветра для обеззараживания помешканья и индивидуальные средства охоты для медперсонала. Другой раз в Князе рекордов Гиннеса в 2014 году тогда студент Гомельского Державного Технического Университета Яуген Цитоу побил сусветный рекорд по худшим жонглированным трима предметами. На протягу одной хвилины он 466 раз ловил тенісные мячи. Новая заявка Мазаранина жонглированне трима предметами с завязанными в очима. Спортивная зала пятой средней школы Минавита тут будет спробовать установить новый рекорд Гиннеса Яуген Цитоу. Администрация навчальной установы вырешила жонглиора рекордсмена зробить головным героем спортивного свята. Сам Яуген знижне здается зусім не хвалявался хоть напереди отказный экзамен. Вообще когда я начинала жонглировать я вообще не знал про книги рекордов Гиннеса никакие то есть это было очень давно. Сейчас это тоже не для книги рекордов Гиннеса это для себя в частности например если сравнивать жонглирование вслепой это можно сравнить с хождением по канату. С одной стороны это нужно быть сконцентрированным с другой расслабленным. Вроде бы парадоксально это немножко противоречащие друг другу понятия но при этом нужно балансировать между этими понятиями и жонглирование слепую оно как-то развивает. В процессе жонглирования происходит такое расслабление если допустим голова чем-то забита при жонглировании эти все проблемы куда-то уходят и в целом самочувствие улучшается. До фиксации рекорду у князя Гиннеса есть широк жестких потребований. Видеозапис присутность двух незалежных святков и одного эксперта. С другой спробы Яуген Цитоу побил теперешний сосветный рекорд по протяглости жонглирования трьма предметами завязанными в очима. Выник Мазиранина 43 хвилины 1 секунда супробы 32 хвилины и 7 секунд. Теперь Яуген Цитоу займается оформлением и перекладом на английскую мову всех необходимых документов. Это и другие новины вы можете узнать в нашем телеграм-канале так же на сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершено Всего вам доброго и до встречи в эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев Здравствуйте. Нанесла около 50 ударов. В жлобине вынесли приговор женщине которая минувшим летом с топором набросилась на мужчину. В июне прошлого года пьяная женщина во дворе жилого дома с целью завладения имуществом набросилась на мужчину и стала наносить удары топором по разным частям его тела. Он скончался на месте происшествия. Обвиняемая обыскала потерпевшего однако ничего ценного не нашла. Позже судебно-медицинские эксперты обнаружат на теле погибшего около 50 ранений. К тому же в процессе судебного заседания женщину признали виновной в умышленном убийстве совершенном с особой жестокостью еще одного человека. Приговор 16 лет колонии общего режима и штраф в 70 базовых величин. В Реческом районе на выгоревшей обочине дороги обнаружено обгоревшее тело мужчины. Сообщение спасателям поступило от дежурного ПОРО ВД. Труп находился в двух метрах от выгоревшего участка. Тело обнаружил председатель холмического сельсовета, проезжая мимо на автомобиле. Погибшим оказался 43-летний местный житель, проживавший с матерью. Трава выгорела на площади 5 квадратных метров. Рассматриваем версии причины пожара неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Сотрудники следственного комитета проводят проверку, в рамках которой судебные эксперты определят точную причину смерти. Светлогорский бесправник совершил ДТП, в котором пострадали две девушки. Водитель скрылся, но вскоре его задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Водитель ВАЗа, по предварительной информации, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, при совершении маневра не справился с управлением, выехал на тротуар, где налетел на зеленое насаждение. Две 20-летние девушки, которые в нетрезвом виде находились на заднем сидении, выпали из открывшейся двери. Позже их госпитализировали. Водитель покинул место происшествия, но спустя время был задержан. Он никогда не получал водительского удостоверения и ранее дважды привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку, проводится проверка. За сутки в Гомельской области 20-33-летний водитель, управляя автомобилем Пежо 406, выезжал задним ходом с дворовой территории по улице Азалова в Светлогорске и совершил наезд на 82-летнюю женщину. Женщина получила травмы, ее госпитализировали. Второе ДТП произошло на территории Октябрьского. Примерно в половину восьмого утра 21-летний водитель автомобиля Рено Лагуна на улице Кооперативной сбил 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она также в больнице. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжение эфира «Беларусь-4-Гомель» спортивное обозрение в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В пятом матче полуфинальной серии Кубка президента по хоккею Жлобинский «Металлург» на домашней площадке переиграл Солигорский «Шахтер» со счетом 4-1. «Металлург» уже к шестой минуте создал запас прочности в две шайбы. Особенно эффектным получился гол Александра Суворова, который бросал с неудобной руки с отрицательного угла. Шайба срикошетила в сетку от голкипера Солигорчан Александра Осипкова. В начале второго периода Александр Житких сократил отставание «Шахтера» до минимума. Несмотря на игровое преимущество горняков на этом игровом отрезке, у Жлобинчан был шанс увеличить перевес, но Захар Полищук не смог реализовать свой булит. В третьем периоде «Металлург» снова стал действовать увереннее, что привело к двум голам в исполнении Артема Волченкова и Виталия Пинчука. «Волки» одерживают вторую победу подряд и захватывают лидерство в полуфинальной серии. Шестой матч пройдет 6 апреля в Солигорске. Продолжим хоккейную тему. Завершился товарищеский турнир, приуроченный ко дню единения народов Беларуси и России. В первый и второй день юные металлурги из Жлобина одержали две победы и обеспечили себе первое место по итогам турнира. В заключительный день в матче за второе место встречались команды Гомеля и Брянска. Судьба серебряных медалей решилась на последней минуте игры. Со счетом 3-2 победу одержали ребята из Брянска. Сразу после окончания матча состоялась торжественная церемония закрытия турнира. По итогам соревнований все команды получили кубки, памятные дипломы, медали и сладкие призы. В очередном туре женского чемпионата страны по гандболу Гомель в гостях переигрывает Березину со счетом 37-26. Лучшими в составе гомельчанок стали Лада Самойленко и Кристина Скрипак. На их счету по 10,9 заброшенных мячей соответственно. Гомель продолжает возглавлять поддержала Почины без проблем разобралась с аутсайдером чемпионата Гродненским Кронаном со счетом 38-25. Фактически гомельчане сняли вопросы у победителей уже к концу первого тайма. На перерыв команды уходили при счете 20-12. Картина матча принципиально не поменялась и во второй 30-ти минутке. Лучшими в составе гомельчан стали Эдуард Ярош, Игорь Кожедуб и Андрей Ященко. Они забросили семь и по пять мячей соответственно. После этого тура гомель продолжает располагаться на третьей позиции. Преимущество перед идущим четвертой Машекой три очка и игра в запасе. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова